Здравствуйте! Меня зовут Казанцев Андрей Николаевич. Можно просто Андрей Явович. Еще не дожил до того возраста, что меня должно было по имени и отчество называть. Комическое событие мы будем сегодня наблюдать. Точнее постараемся. Кто не знает? Метеорный поток. Ага, метеорный поток. Сразу говорю. Поэтому такое введение, которое было сделано, к сожалению, не нами, но нашими коллегами англоязычными, я вам сейчас... Звук есть, все есть. Видео есть у нас? Так. Смотри. Тысячи лет назад, видимо, люди увидели ее. Почему? Этим летом. Этим летом. Они вернутся. Лучший метеоритный поток. И люди, по-моему-то, любых специальностей, любых направлений, они видят, и они лучше это понимают. И сегодня, сейчас я вам сделаю маленькое введение. То есть, рожден кометой, которая обращается вокруг Солнца за 135 лет. В следующий раз она навестит нас в 2126 году. Не знаю как вы, а я, наверное, все-таки не доживу. Радиант мы вам, то есть, место, из которого этот поток будет на нас лететь, мы вам покажем уже на улице, когда будет потемнее. Ну, все, да, приблизительно представляют себе, как это происходит. То есть, комета проходит, частички, которые она, естественно, постепенно рассыпается, и вот эти частички, когда планета попадает в этот поток, они сыпятся на нас. То есть, каждый день, every day, на нас сыпятся тонны космического, ну, не мусора, космических частичек. Можно с уверенностью сказать, что вы каждый день ходите по космической пыли. То есть, вот этот слой нарастает, и нарастает, и нарастает. Ох! Вот. По последним данным, вот данные 10 августа, в час порядка 80-70 астероидов падает, точнее, метеоритов. Астероиды это гораздо крупнее. То есть, вы эти можете, метеоритики, видеть и загадывать, если хотите, желание. Вот такой вот, буквально, последний зафиксированный след. Оп! Ну, естественно, своими глазами это все увидеть гораздо лучше. Знаменательное событие, которое вы все сегодня увидите собственными глазами, кто с нами останется. Для вас необходимо, ну, сделать или какое-то поднятие знаний прошлых, да, или сказать вам что-то новое. Вообще, просто введение в нашу науку, да, то есть, чем мы занимаемся, чем мы занимались, что мы открыли, что мы вообще сделали. Я не говорю только о нашей обсерватории, хотя и она сделала очень весомый вклад в радиостроение. Я говорю полностью о науке астрономии. Называется эта лекция, ну, вот как второе название, астрономия за час. Вы сами понимаете, что всю астрономию я вам за час сказать не могу. Поэтому я буду говорить быстро и пытаться как можно понятней это все рассказать. Первое, что хочется сказать, наша наука, скорее всего, древнейшая. Почему я так говорю? Конечно, человек, как только он появился на Земле, он сразу стал что-то кушать, за кем-то охотиться. По идее уже первые зачатки ботаники и зоологии он уже начал приобретать. Но на небо он смотрел исключительно вот с этим вот интересом, когда там что-то происходило, это сразу приковывало его взгляд. Ну, пожалуйста, показанный, как это видит художник, пролетающая комета или даже, возможно, какой-то болид. В любом случае, любое изменение привлекает внимание человека. И первый вопрос, который вот при этом хочется задать, как это все устроено, да, почему это происходит. Человек, и это хорошо, существо очень любопытное. Именно любопытство сделало так, что мы с вами сегодня можем, я вам не картинки рисую, да, а показываю это все на компьютере. Или еще какие-то, у вас у всех сотовые телефоны. Это все сделано не просто так. Это просто потому, что человек стремился все вот узнать. Он смотрел, как движутся там электрончики, да, боже, он смотрел, как движутся планеты. И потихоньку, потихоньку, потихоньку это все развивалось и достигло вот такого вот уровня. Ну, вернемся к нашей науке. Что, как вообще сначала происходили наблюдения, да? Банальный вопрос. Глазами. У человека не было ничего, с чего бы он мог смотреть в небо. Люди в древности сразу поняли, что звезды, планеты очень хорошие объекты для навигации. То есть путешествия все, все календари, вот это 24 часа, то есть наши сутки, все это сделано за счет чего? За счет просто потому, что так двигаются объекты космоса, там по ним можно, то есть сутки это, да, дневное вращение, то есть вот, пожалуйста, день наступил, у нас древний человек начал жизнь, да, то есть звери куда-то ушли, он начал там охотиться или собирать что-то, ночь настала, он уже идет в пещеру. Это просто сформировано вот таким простым, по идее, простым, простым поведением планеты. Вот, но вернемся к навигации. Потом, впоследствии, были уже изобретены оптические телескопы. И человек увидел гораздо больше, он понял, что мир, который его окружает, он гораздо больше вот этой маленькой земли, он увидел планеты другие, он увидел другие галактики. Но взгляд на эту вселенную был бы неполным, если мы не открыли другие диапазоны. Свет, а это именно то, что мы изучаем в наших обсерваториях, мы не можем просто подлететь к солнышку, измерить там, поткнуть в него термометр, измерить температуру или давление. Только за счет излучения, которое мы принимаем на наши радиотерескопы, мы строим вот все эти теории, которые вы, возможно, видите в интернетах, читаете в книгах или же в статьях. Это все за счет исследования вот этого света. И у него оказывается широченный диапазон. От радио до гамма. И при этом, что самое интересное, объекты не всегда излучают в одном и том же диапазоне. То есть как, одни объекты лучше излучают в радио, при этом в оптике их абсолютно не видно. Другие объекты лучше излучают в гамма, их не видно в других диапазонах. Это позволило, ну во-первых, сделать то, что мы создали огромное количество инструментов, которые у нас сейчас какие-то летают, какие-то на ракетах летают, а какие-то стоят на Земле, исследуют космос во всех диапазонах. При этом мы можем один объект видеть, ну как в данном случае показана галактика Андромеда, во всех диапазонах длин волн. Астрономия сейчас переходит от диапазонной, когда мы были разделены, да, то есть радиоастрономы изучали свое, оптики изучали свое, инфракрасники свое. Сейчас не так. Мы берем один объект, изучаем его по всем диапазонам длин волн, уже получая полную информацию, что же там на самом деле происходит. Ну и раз я вспомнил о радио, необходимо сказать о нашей радиообсерватории, да, то есть с чем мы занимаемся. Вот это обзор, к сожалению, не наш, вот это как выглядит небо в оптике, да, то есть если вы построите картинку, а это как оно выглядит в радио. Сразу бросается в глаза, что мы не видим тех самых звездочек, которые мы видим в оптике, да, планет мы не увидим. Более того, даже солнышко особо мы видеть не будем. Так получилось, что вот в басне Крылова там лебедь, рак и щука, а у нас на небе в радио на 111 МГц, на которых наблюдает наша самая большая антенна, видны лебедь, краб и дева. Это три ярких объекта для нас, то есть две галактики и один пульсар. Солнышко, конечно, мы видим, а вот эта черта это полоска Млечного пути. Что планируется дальше? На радиообсерватории, это по крайней мере вот именно на антенне БСА, которую вы, возможно, знаете, а если не знаете, я вам ее обязательно покажу, но мимо нее нельзя пройти такой телескоп, будет вскоре реализована 128-лучевая диаграмма направленности. Что это позволит? Мы за одни сутки будем делать мониторинг неба полностью, всего за одни сутки. Да, это огромные объемы данных, но такого не делает никто в мире сейчас. Все сейчас больше к большим антеннам и маленькому угловому разрешению, к чему, конечно, еще вернемся. А мы, наоборот, мы хотим заниматься программами поиска. То есть вот у нас будет огромный-огромный глаз, который будет вырезать полоску неба, да, чуть ли не весь этот самый. И за счет суточного вращения Земли мы будем мониторить все небо. Проект, ну, очень перспективный. А также необходимо вспомнить... Ну, сказать нашим будет неправильно. Это проект международный полностью. Радиоастроном. Чем славится радиоастрономия? Берем один радиотелескоп, берем другой радиотелескоп. Разносим их на какое-либо расстояние, соединяем сигналы, и они у нас работают как один радиотелескоп с размером апертуры, равным расстоянию между вот этими телескопами. То есть, сразу я вам покажу фильм. Считается самым успешным во всех планах проектом. То есть вот такой космический аппарат. Был запущен на орбиту радиотелескопа, радиоастрономия. Вообще называется спектр R. Особенность какова? Максимум орбиты — это орбита Луны. Телескоп у нас уходит до орбиты Луны, и мы получаем радиотелескоп с апертурой как орбита Луны. Все наземные группы согласились работать с этим проектом. Здесь, ну да, то есть они одновременно наблюдают один объект. Данные коррелируются, и мы получаем то самое шикарнейшее угловое разрешение. Здесь написано в тысячи раз лучше, чем у Хаббла. Но эти инструменты нельзя сравнивать. Там оптика, а здесь радио. Это два разных диапазона. Телескопы не сравнимы, потому что работают в разных диапазонах. Что же удалось? Во-первых, 7 микросекунд обещанных мы пока не достигли. Но есть 40 микросекунд, которые все-таки достигнуты. И это уже достаточно, потому что какие-то теории начали проверяться, какие-то еще проверяются. Пара теорий уже была опровергнута. Что вообще он хочет наблюдать? Область близ черной дыры. Вот тот самый заветный горизонт событий, который непонятно, что же там на самом деле происходит. Ни один из существующих аппаратов на сегодняшний день этого не может, кроме проекта «Радиоастрон». И уже сейчас говорят о Нобелевских премиях. Уже сейчас идут огромнейшие потоки данных. Наш телескоп не справляется. И поэтому, как бы радость для нас, в ход в работу входит еще один радиотелескоп, который будет работать вместе с проектом «Спектр-Эр». То есть это, к сожалению, не вот этот вот большой, не 100-метровый. Это вот «Западная Вирджиния», «Гринбэнк», да. То есть к ним уже доставлено оборудование, наши специалисты. Вот-вот в сентябре мы начнем уже работать с двумя радиотелесками. Так. Ну а теперь, это было о новостях, да. Теперь я буду потихоньку всколыхивать ваши знания, которые вам когда-то могли даваться в школе, которые вы узнали где-то еще. То есть что вообще мы знаем об окружающем нас мире? Ну, во-первых, что мы видим каждый день, если не паспорт? Это, конечно же, солнышко. Без каких-либо преувеличений. Это главный объект в нашей системе. Сама система банально называется «Солнечная система». Солнышко очень активное. Кто-нибудь успел, кстати, посмотреть на солнышко в телескопах? Никто не успел? Вот там стояли, вот ты молодец. Там что-нибудь видел какие-нибудь пятнышки? Пятнышки видел, да? Надо же, человеку повезло. Потому что 2013 год. Самый слабый максимум активности Солнца. Такого не было с 1645-го, когда был минимум маундера. Солнце на 70 лет вообще перестало показывать какие-либо пятна. Там были, и вот как раз в России чуть ли не снег в июне выпал. И в Европе тоже были серьезные похолодания. С чем это может быть связано? В нашей обсерватории мы выдвинули такую теорию. Смотрите. Вот наши планеты, они вокруг Солнца вращаются или вокруг чего-то другого? Точно? Двойная система, вокруг чего она вращается? Вокруг чего? Вокруг чего? Собственная система. Нет, естественно, происходит еще и вращение вокруг Собственной оси. Ты знаешь, можешь сказать. Вокруг общего центра масса. Нет, вокруг Собственной оси естественно. Но представьте, у нас два объекта. Они сами вертятся вокруг Собственной оси, но при этом они вращаются. Солнце вращается вокруг нас или мы вокруг Солнца? В системе с двумя телами мы вращаемся вокруг общего центра масс. И ответ я принимаю только лишь потому, что большую часть времени центр масс Солнечной системы находится внутри Солнца. Но извините меня, когда здесь у нас Юпитер и плечо достаточно большое, здесь Сатурн, две самых массивных планеты. Центр масс уходит изнутри Солнца и выходит наружу. Получается, что вот, а все бурлит вокруг именно него. То есть получается, что Солнце прекращает перемешивать и там доминируют ламинарные течения. Оно естественно успокаивается. То есть термоядерные реакции идут, это никоим образом не скажется. Но вот внутренняя активность, она сильно гаснет. Это данные за 8 августа. Это данные за 2020 год. Они вообще на одной линейке. То есть они центр масс вытянут на себя. Ну не сильно, конечно, я не говорю, что там мы начнем вращаться вокруг вообще другого места. Но и тут же смотрите, вот еще дальше у нас Уран и Нептун. То есть я говорю, это пока лишь теория. Только вот у нас в обсерватуре мы как бы так подумали, что это может быть. Я просто к тому говорю, и это подтверждает наблюдение. Активность Солнца сильно упала. Сейчас это максимум активности. А что будет в минимуме? Запасайтесь-ка, ребята, шубы. Луна, второй объект, доминирующий для нас в оптическом диапазоне. Картинка такая страшная, там все двигается, колышется. Просто все привыкли, говорят, что Луна повернута к нам всегда одной стороной. Да, это с какой-то стороны правда. Но она и сама чуть-чуть качается. За счет приоритетных сил, за счет этого всего. И получается, что мы видим 52% от поверхности Луны. То есть не меньше, а именно 52%. То есть за счет этих вибраций. Плюс есть фазы. Многие знаете, потому что объект иногда поворачивается к Солнцу, иногда от него. И свет. Свет, да, то есть продлевает там быстрее него ничего. То есть я за это время успеваю даже что-то сказать, пока свет идет от нас до Луны. Ну, конечно, огромное количество интересных явлений, таких как затмения. И вообще мне как-то один мальчик сказал, что поверхность Луны изучена гораздо лучше, чем глубины мировых океанов. Вопрос, почему? Ну, вопрос, да, действительно вопрос. Ну, прошу. Ну, быстрее запрос. Нет, просто дело в том, что как бы... Давление. Да по какие давления... Нет, вообще, если все собрать, да, то есть и давление, скажут, что чтобы изучить океан, извините, туда надо долезть. А чтобы изучить поверхность Луны, вам нужен хороший телескоп. И все. Вы это видите, она ничем не закрыта. Нет атмосферы, нет ничего. Кстати говоря, почему, ну, из-за того, что нет атмосферы, там вот эти все красочные кратеры. Причем жалко, что Луну сейчас мы сможем наблюдать, но зрелище действительно захватывающее. Частенько наши отошедшие уже от работы космические аппараты на Луну сбрасывают, чтобы поднять там столб пыли, сделать спектрограмму, чтобы понять, из чего она там состоит. Видимо, полета не хватило. И меня всегда задают, первый вопрос, когда говорится, там, вспоминаем о Луне, мне всегда задают вопрос, смотри, почему ты думаешь, почему не летают на Луну? Вот честно не знаю, не задавайте вопрос. Я не понимаю, у нас есть возможность туда слетать, есть возможность изучить ее лучше. Более того, наиболее выгодно там базу построить и с нее уже запускать. Не понимаю, почему не летаем. Все просто. Планета первая, маленькая, без атмосферы, атмосферы нет, огромное количество кратеров. Но при этом есть еще и лед. Что интересно, то есть планета, которая, по идее, к Солнцу ближе всего, там должно быть так жарко, но на ней есть лед. И мессенджер это прекрасно показал. Она подвержена также падению комет, как и любая планета в нашей Солнечной системе. Кометы это грязные кусочки льда, комки снега. И вот они, упав куда-то, куда солнечный свет не проникает, в какой-либо кратер, на какую-то теневую сторону, они там и остаются. И вот это он зафиксировал. Так что, окажется, на Меркурии будет что попить. Ладно. Венера. Сложность в изучении Венеры. Ну тут вообще все просто, да? Просто дикая, кошмарнейшая, серьезнейшая атмосфера, которая не просвечивается в оптическом диапазоне. Зато спокойно для радио мы можем ее смотреть. И первые радиокарты, да, действительно были сделаны аппаратом, который просто летал и сканировал поверхность Венеры. Вот такие он получил снимки. Вот здесь. При этом они увеличены в три раза. На самом деле они не такие большие. Это все увеличено в три раза, чтобы добавить объемность. Ну и не забываем, что мы были первыми, кто высадил аппарат, который, к сожалению, не снял все. Да, крышка была сильно опущенная. Могли снять только подножную, так сказать, к аппарату местность. И по этим фотографиям, возможно, вы слышали, такой ученый, как Санфомолити, сказал, что он обнаружил жизнь на Венере. Слышали? Нет? Он там обнаружил какого-то скорпиона, какого-то еще, короче, что-то двигающееся. Как таковой жизни он не обнаружил. Но он что показал? Что на Венере все не статично, а динамично. Это на любой планете. То есть она как-то изменяется. Там дуют сильнейшие ветра плюс плотная атмосфера. Это для нас как... Вы стоите вот как будто в озере, да? Ой, не в озере, а в реке. И вас течением несет. То есть атмосфера там, она серьезная. И действительно какие-то там движения, они сказываются и вот нам прилегающие к аппарату территории. Так, ну и Земля. Тут вообще без комментариев, да? Красивейшее место. Действительно уникальное. Таких кадров вы не найдете нигде, ни на одной больше планеты Солнечной системы. Я не буду говорить у нас о других планетах. Да, то есть тут все подписано вообще. И, ну, сразу возникает вопрос, а нас-то видно с космоса, да? То есть вот так нас не видно, когда день идет. Но если ночью, да с хорошей выдержкой, то есть планета вот так вот светится. Ну плюс, если вы начнете еще и в радио нас прослушивать, это все аэропорты, это все радиостанции, вы прекрасно это будете слышать. А так вот, пожалуйста, материки, свет городов, который просто умопромочительно мешает любителям астрономии заниматься той же самой астрономией, потому что засветка от городов просто ужаснейшая. Плюс мы еще и замусориваем орбиту нашей планеты, да? То есть все космические аппараты мы туда отправляем, они же не все падут, они там где-то летают. Вот. А это сделана гиф-анимация о... Просто год, да? Год там за несколько секунд. То есть как снег появляется, как исчезает, как появляются у нас зеленые эти... Растительность, как она исчезает? Да, очень неплохо. Так, идем дальше. Марс. Самая таинственная планета. Вот честно, почему мы так ей интересуемся? Я до сих пор не знаю. При этом, хотя может это и есть ответ на мой вопрос, 50% аппаратов просто потеряны. Банально можно вспомнить наш Фобос-Грунт. Он, конечно, летел не на Марс, он летел на Фобос, на спутник Марса, но и тут какая-то таинственная сила запретила ему лететь на Марс. 50% аппаратов потеряны. Все. Он спустился, он что-то передал, бах, связь Прермана. А другой аппарат даже не спустился. При этом Марс обладает так называемыми-самыми некоторыми объектами в нашей Солнечной Земле. Самая большая гора, Алимка. 22,5 километра вверх. Ничего себе вулкан. При этом стоя на ней, вы даже не будете понимать, что вы на горе. Он просто огромный. Дело в том, что гравитация достаточно слабая. Поэтому лава, когда вытекала, когда еще были активные процессы геологические, это все спокойненько, спокойненько разливалось и получилась вот такая вот блямбочка. Плюс у нас есть самый большой в Солнечной системе каньон. Каньон. Долины Майки. При этом объяснить их происхождение никак нельзя, кроме как какими-либо столкновениями. Вот честно, мы при формировании Солнечной системы, когда можете коснуться даже в книгах, в каких-нибудь статьях, вот там, например, у нас Венера имеет ретроградное вращение. То есть все планеты вращаются в сторону движения. Она выпендрилась, извините меня за ретроградное вращение, вращается против движения. Почему? Ну, наверное, в ней что-то врезалось, да так врезалось, что она начала вращаться в обратную сторону. Интересно. Долины Майки. То есть огромнейший каньон. Ну, видимо, что-то врезалось, царапнуло Марс. Вот это все вырвало. Вот, пожалуйста, вам дали. Возможно. Туда, к сожалению, сейчас не вернуться. Вот, и мне узнать. Какая-никакая есть атмосфера. А там любой легкий ветерочек поднимает сильные пылевые бури. То есть там даже есть вот такие вот ураганы. Возможно, это одна из причин потери аппаратов. То есть они все на солнечных батарейках, да. Поднялась пыль, пыль отсела на солнечной батарейке, энергии нет. Все, аппарат теряет связь. Ну, доказано, что там была действительно вода. Вопрос на засыпку. Какой сейчас аппарат на Марсе ездит? Амирники. Комьюнити? Точно комьюнити? Курьёсити. Курьёсити, да. Так. Аппарат курьёсити. Что любопытно, да, называется любопытство. Основные данные, которые, ну, точнее, нет, данных он поведал нам много. Но основные результаты я приведу... А, да, 6 августа исполнился год с того, как аппарат удачно сел и начал своё путешествие по Красной планете. Он послан туда для бурения, для изучения атмосферы. То есть, как такову жизнь он там, ну, по идее, может и должен найти, но... Ну, в смысле, направлен на это. Но вообще изучение атмосферы и вот внутри геологических процессов. Первое. Повышенный уровень радиации. Пока он летел, пока он сел, он схватил столько радиации, сколько не схватывает астронавт, пролетавший всё своё вот время, да, там, до потери там дееспособности. Я не помню, сколько это у астронавтов. Но, то есть, смертельная доза. Это надо нам задуматься, да, тем, кто хочет туда полететь. То есть, переконструировать корабли, то есть, необходим отсек, чтобы там как-то это всё сохранить. Плюс, на самом Марсе что-то сделать, чтобы от радиации это защититься. Дальше. Утечка атмосферы. Анализ, химический состав атмосферы показал, что атмосфера улетучилась уже через, ну, короче, 4 миллиарда лет назад. Кто знает, это приблизительно сравнимо с возрастом нашей Солнечной системы. То есть, планета только сформировалась и сразу с неё улетела атмосфера. То есть, за счёт солнечного излучения, за счёт ещё чего-то, она сразу улетела в космос. То есть, он держал какую-то, и сейчас её имеет. Но, это всё, что есть. Ну, и самое смешное, это белка на Марсе. Ух ты ж, я тут написал с маленькой буквы Марса. Все данные открываются в открытый доступ. И любители уфологии частенько там это всё просматривают. И вот он нашёл белку. И пишет там, не знаю, в Твиттер, ВКонтакте, в Фейсбук. Вот, НАСА отправило туда животное, чтобы посмотреть, выживет ли оно. Нет, выглядит это правдоподобно, честно говоря. Да, то есть, человек что хочет, то увидит. Да, то есть, камень, обычный камень. Но он видит это как белку. Думает, что вот, во-первых, та доза, которую схватил Курьёсити, белке бы хватило 10 раз. То есть, Курьёсити бы её так вытащил, уронил, и вот, он бы её уже не фотографировал. Ладно, идём дальше. Астероиды. Ну, этот Челябинский болид, помним все, да? Это вот как раз один из семейства так называемых астероидов. Хотя там есть, ребята, и побольше. Многие говорят, что там была планета. Якобы некий Фаэтон, который в какой-то момент взял, взорвался и разлетелся вот в такое вот количество. Пояс активных астероидно-кометных поясов, можно сказать, у нас два. Это вот как раз между орбитой Марса и Юпитера, главный пояс астероидов, с которого и прилетел тот самый валид Челябинский. Там есть объекты и побольше. Но все они более или менее на стационарных орбитах. Приглядеться, вот тут, а нет, тут в принципе видно. Красные точечки. Это вот как раз те объекты, которые считаются потенциально опасными. То есть могут на нас упасть. Всего их 300 тысяч известно. То есть количество большое. Но если собрать вот эти все астероиды в одну кучку и сформировать планетку, она будет весить как 4% от массы Луны. То есть планета-то на самом деле, и даже если она была, она была очень-очень маленькой. Более того, такие планеты сформироваться более-менее хорошо, они не могут, да? То есть в компактную стандартную планету. Так как там Марс или Меркурий. Поэтому считается, что это просто остатки от формирования Солнечной системы. С одной стороны, посмотрите сами, у нас Солнышко, да? Сильная гравитация. С другой стороны Юпитер. И нестабильное место вот здесь. Просто один тянет туда, другой туда. И так получается, что компактного тела там не собирается. И собирается только вот такое огромное количество облаков. Так, дальше. А, ну есть и достаточно большие объекты. Вот Сверера-Паллада, почти что километровые у нас тысячу километров. То есть огромные объекты. Некоторые имеют, ну, очень уж действительно интересные формы. Чуть ли там не косточка собачья. Потому что, ну, сферическую форму объект не сделает. Потому что у него не хватает, собственно, гравитации. А какие угодно это, пожалуйста. То есть есть даже двойные системы. Видите, они как бы вращаются вокруг некой невидимой точки в центре. Это и есть тот самый таинственный центр массы. Вот они вокруг центра массы общаются. Есть и стройные астероиды. То есть есть реально люди. Люди, и в основном, кстати, это любители астрономии, которые исследуют астероид. Если вы астероид какой-то открыли, вам астрономическая ассоциация предлагает дать ему имя. То есть можете там назвать. Нет, ну есть, конечно, определенные рамки на название, но все-таки назвать можно. Так. Ну, естественно, они все вращаются. То есть там просто бесконечный танец вот этого вращения огромного количества маленьких тем. При этом, вот фильмы все смотрели, да, наверное, космические, там, астрономические. Вот летят они на космическом корабле, да, и тут говорят, ой, мы входим в пояс астероидов. И перед экраном, перед этим, лобовым стеклом, так сказать, огромное количество камней. Не верьте в это никогда. Вы будете стоять на одном, даже в самом плотном месте, на одном астероиде, и не увидите остальных. То есть масштабы нашей Солнечной системы, даже нашей Солнечной системы, они огромные. Поэтому вот эти 300 тысяч, они разбросаны так, что мы запускаем аппараты без какой-либо поправки на существование пояса астероидов. То есть мы просто берем и отсылаем. Он пролетает, его даже ничего не задевает. Вот так. Так. Ну, никто не отменяет астероидные опасности. У нас Земля вращается, у нас они вращаются, и они иногда подлетают очень-очень близко. И если земелька наша их притянет, они на нас упадут. И если раньше это было не особо нам страшно, то сейчас у нас на каждом континенте там по 200 городов, и каждый город сильно заселен. То есть, сами понимаете, падение, крушение, взрывы. Челябинские слышали, да, видели, все там, все были шокированы. И Земля, в принципе, хранит на себе порядка 180 ударных кратеров. То есть это что-то прилетело, это что-то ударило. Вот. Ну и при этом не только Земля. То есть Юпитер на себя тоже принимает, причем большую часть комет. Об этом будет сказано, хотя будет сказано уже сейчас, я уже к ним подошел. Самая большая планета Солнечной системы. Сегодня мы ее, к сожалению, не увидим, хотя зрелище просто шикарнейшее. Огромнейшие, большущие атмосферные образования, то есть вихри на ней постоянно дуют. 75% от масс всех планет занимает именно Юпитер. Юпитер. И у него есть прямое практическое применение для нас, для землян. Он ловит на себя кометы. То есть комета, проходя рядом с ним, но она просто не может оторваться от его гравитации. И он ее на себя. Так что любимую долю комет ловит он. Комета Шумей Королевик. Комета была... То есть она проходила и... Она один-то раз прошла. Вот когда она возвращалась, Юпитер ей уже уйти не дал. То есть она гравитации своей его... Он гравитации своей ее прихватил, разорвал на 21 осколок, и этот 21 осколок упал на него. К сожалению, упал на теневую сторону. Но при этом взрывы были настолько интенсивны, что в оптический телескоп можно было вспышки видеть маленьких точек рядом с Юпитером. Это вспышки отражались от этих... от его спутников. То есть он был настолько... был интенсивный взрыв. Потом, когда планетка уже к нам повернулась, мы в разных диапазонах увидели там вот такие вот темные пятна. То есть он там просек атмосферу, нижние слои заметнул. То есть зрелище захватывающее. Ну и об этом говорят все. Точнее, об этом, надеюсь, все знают. Это четыре удивительных спутника Юпитера, да? И у Европы Ганимед и Калиста. Расскажу о двух. Ио. Рай вулканов. Ну, не знаю, мир вулканов. У него порядка 400 вулканов на поверхности. На нашей планете их 500. Но он сравним с размером Луны. То есть у него на некую площадь вулканов получается больше. Какое-то вот, например, картографирование Ио абсолютно бессмысленно. Он каждый день новую поверхность себе создает. За счет чего? За счет вот такого соседа, как Юпитер. Юпитер его просто разрывает на часть. То есть, ну, естественно, он сохраняет шарообразную форму, потому что масса большая. Но при этом внутренность, то есть его сжимает, растягивает приливными силами. Поэтому внутренность у него постоянно в очень большой активности. И вот это все выражается в вулканической активности. Европа. Покрыта ледяной коркой. То есть, когда аппарат Войджер пролетал мимо, он это все заснял. Или сначала думает, что это за полосочки. Оказалось, лед. Обычный лед. То есть, трескается, нарастания какие-то. Считается. И пока теория. Что, ну, рядом у нас Ио, да? У него такая огромная активность. Почему бы такой активности не быть на Европе? При этом вот эти самые вулканы будут подогревать этот лед. И будет некий слой, где будет существовать жидкая вода. А жидкая вода у нас это, ну, прямой показатель, можно сказать, жизни. И есть проекты, правда, учитом того, что финансирование каждый год обрезается, их сроки все откладываются и откладываются. И пока на 2025 год планируется запуск некого бура, который пролетит, пробурит и будет уже что-то там искать. Надеюсь, что это все будет реализовано. Ну, Сатурн. Все его знают. Никто его не может там вспутать. За счет чего он? Кольца. Конечно, кольца. Да, то есть, структура колец и вообще кольца. При этом они же есть у каждого планета. У каждого планета гигантов. И у Юпитера, и урана, Нептун. Они имеют эти кольца. Но вот у Сатурна они самые такие яркие. Атмосферные явления тоже очень-очень активные. Это все снимает аппарат Кассини, который сейчас находится на орбите Сатурна. Он также снял главный спутник Сатурна Титан и отправил туда зонд Гюйгенс, который на планете обнаружил вообще по химическому составу по фотографиям существования жидких. Метан, вот это все, пропан, да. То есть, там есть вот эти составляющие только в жидком виде. То есть, там настолько холодно, что они в жидком состоянии. И считается, что это, по идее, неплохие окислители. И как результат, некий бульон для образования жизни. Только уже на основе вот этих вот вещей. А кто не знает, что вот это? Точка. Что это за точка? Светящаяся. Она на самом деле не светится. Это отраженность. Это наша лучшая групповая фотография. То есть, Кассини повернулся, сфотографировал Землю и отвернулся. И вот она. Вот он этот маленький-маленький, маленькая-маленькая точка. Больше ее не скажешь. Вот такой вот. Уран. Кто-нибудь знает, чем он интересен? Он вращается на боку. Да, он вращается на боку. Опять же, вспоминаем все истории. Видимо, что-то в него врезалось так, что положило планету на бок. И теперь он вот так вот вращается. Я даже не понимаю, что должно так врезаться. Нептун. Несмотря на то, что Уран и Нептун приблизительно одних размеров, они при этом совершенно разные. Не по химическому составу, а по активности своей атмосферы. У Урана она самая спокойная, самая холодная. У Нептуна при этом она самая активная. Ветры до 2000 км в секунду. И при этом он еще и имеет и спутник, который является самым холодным по измеренной температуре. То есть минус 235 градусов. Не абсолютный ноль, но все же. Хотя мне многие говорят, на Плутоне холоднее. Да, не спорю. Но зафиксировано пока только на Тритоне. Так, вот. Это мы уже заканчиваем о нашей Солнечной системе. То есть Плутон. Когда я только начал заниматься астрономией, я только посмотрел на его орбиту и сразу сказал, это не планета. Ну быть-то он может. Все планеты находятся в плоскости Эклептики. Вот она. А он у нас опять вот так вращается. При этом он является транснептунным объектом. То есть иногда подходит к Солнцу ближе, чем Нептун. Ну и при этом размер, да? Более того, у нас группы планет как распилены? Группа земная, да? То есть силикатные. Газовые гиганты. И вот он. Плутон. И благо, что его... Ну как? Вообще-то, по идее, да? Какая мне разница, да? Как его будут называть? Хотя потом, когда его все-таки переименовали, сделали отдельный тип карликовой планеты. Многие взбунтовались. Мне хотелось спросить, ты думаешь, Плутону вообще интересное твое мнение? Да хоть камнем их назовите, объектами они при этом не будут, не перестанут быть. То есть это лишь терминология. Как мы это назовем, так-то и... Поиск опера. Это уже следующий активный пояс. Там вот это уже источник комет с коротким периодом. То есть там, да, есть и силикатные, но по большей части там именно вот такие вот глыбы льда. И они летают там себе спокойно. И иногда за счет каких-то революционных неустойчивостей могут прилететь и близь. И даже к нашей Солнечной системе, ну, как бы близко к нам к Земле. Так. И вот дальше уже. Это объект гипотетический. Облако Орфа. Считается, что помимо двух астероидных поясов, у нас есть некое облако. Огромных, вот именно, там, чуть ли не в миллиарды, насчитывается кусков льда, комет. Возникает вопрос. Граница ли это Солнечной системы? Потому что вообще граница, понятие границы можно некоторыми, ну, разными способами считать. Область гравитационного доминирования. То есть та область, где Солнце любой объект к себе притянет, да, если он будет иметь малую скорость. Да, граница этой области, это и есть граница Орфа Кворта. Но есть еще одна граница, и это область доминирования солнечного излучения. То есть на нас из галактики заряженные частички, незаряженные падают. И у нас Солнышко это все излучает. То есть мы с вами как бы вращаемся внутри некой атмосферы Солнца, которую она постоянно излучает. Кто-нибудь назовет мне самый дальний космический аппарат, который запускали мы? Пионеры. Это, кстати, да, это еще более правильно. Но пока те, с которыми мы держим связь, это Voyager. И вот сейчас он уже добрался до границы этой области окончания солнечного доминирования. При этом, пока он летел, он встретил столько новых данных, то есть новые данные о магнитном поле, о потоке от Солнца, от галактики. То есть и люди сейчас, которые занимаются этим, они просто не могут понять, потому что ни одна теория о строении вот этой вот границы не была подтверждена. Он сейчас находится в некой, теперь уже созданной, да, то есть названной буферной зоне. Там постоянные направления, во-первых, вот этого галактического ветра, плюс никаких изменений в магнитном поле от Солнца. То есть оно там равномерно. Ну, не предполагалось такое. Это я к тому, что вот даже буквально, ну, это на самом деле не предел границы Солнечной системы. То есть мы можем там все изучать, но даже эти теории у нас получаются неправильными. То есть вот еще так мы мало знаем о Солнечной системе, что даже не можем правильно вот указать, что там за ее границей. Качество чуть-чуть плохое, фильмы BBC. Есть огромное, большое, большущие молекулярное облако. Оно, естественно, неоднородное. Где-то материи чуть больше, где-то материи чуть меньше. Получается, там, где больше, это все потихонечку начинает сжиматься. Ну, очень потихонечку, но сжимается. И постепенно, постепенно, постепенно образуются более плотные, более массивные сгустки. И это вот такой вот бесконечный танец падения одной частички на другую. Это липнет к этой, это на себя вот эту притягивает. И потихоньку, потихоньку, потихоньку собирается, оп, собирается некий, ну, так скажем, газовый шар, да? Пока еще недостаточно горячий. Потому что, ну, тут показано, что вот еще такие, как бы, камешки собираются. На самом деле, это уже, если есть, если есть вот в этом газовом облаке еще и пыль какая-то, да, будут собираться и такие структуры. То есть уже камни, это формирование уже планет, да, то есть силикатных при этом. А внутри, внутри этой системы формируется потихоньку газовый шар. И он будет нарастать до тех пор, пока температура внутри него не достигнет 17 миллионов кельвинов. При этой температуре и при том давлении, в котором находится, да, вот внутри, идут, начинают идти термоядерные реакции. И как только они пошли, солнышко начинает светить. Этот свет, лучевое давление, выметает весь газ на периферию. То есть вот оно зажглось, давление пошло, и все остатки, которые не успели где-то осесть, они из Солнечной системы, точнее на границу Солнечной системы, выклюнуты. При этом часть материи оседает и на формирующихся планетах. Именно этим доказывается то, что у нас на планете можно встретить элементы, которые наблюдаются именно Солнце. То есть так формируется Солнечная система. Даже, я вам больше скажу, так формируются Солнечные системы. То есть это действительно, ну, считается основной теорией о рождении. Во-первых, почему, да, то есть мы видим места эти. Мы видим места, где образуются звезды. То есть вот такие огромные газопылевые туманности. Ну и, естественно, мои наикрасивейшие газопылевые туманности, где потихонечку формируются звезды. И даже в оптике, так, можно наблюдать. Вот здесь вот, это вот как раз то, что я вам показал. То есть это реальный объект. То есть внутри него маленький плазменный тиск. Ну как маленький, да, то есть небольшой пока. И он все на себя собирает. Будет собирать до тех пор, пока внутри не пойдут термоидерные реакции. Рядом с ним формируются еще какие-то объекты, которые, возможно, будут как Юпитер или как Земля. Но система формируется. И вот это все, в принципе, реальные данные. Возникает вопрос. А насколько большие звезды могут сформироваться? Кто-нибудь знает? Самая большая звезда, она во сколько раз больше Солнца? Все, покажу. Звезда будет тем больше, чем больше формирующая ее туманность. Вопрос в другом. Как эволюционируют такие гиганты? Есть множество диаграмм, но я нашел наиболее показательную. Правда, она у меня перевернута. Поэтому, если вы хотите читать, придется в голову разомнуть. То есть, у нас есть некая туманность, которую я вам уже показывал. Если будет масса намного меньше Солнечной, у нас сформируется нечто похожее на Юпитер. Если будет масса чуть-чуть больше, но все равно недостаточно до Солнечной, будет так называемые вот эти вот красные карлики. То есть, не до звезды. Внутри них идут слабые, ну, это нельзя назвать термоэнтерными реакциями, но химические реакции с выделением энергии. То есть, звезда излучает больше энергии, чем она поглощает. Дальше идет нормальная жизнь. То есть, масса солнечная, все хорошо. Потом будет красный гигант, когда у нас закончится водородное топливо, мы перейдем на гелий. Потом планетарная туманность, это сброс в верхних оболочек. Остается белый карлик. Тут вот написано, скорость и дальнейшая судьба звезды зависит от ее массы. Не спорю, да. Но кто-нибудь может еще более точно уточнить это утверждение? Только ли от массы? Плотность? Состав нет, плотность также. Если я вот скажу у вас, что здесь сверхновая тип 1А, это вам тоже ничего не скажет, да? Ну ладно. Просто это говорится о единичных звездах. Если система двойная, эта диаграмма усложняется. Потому что один объект может тянуть материю с другого. Другой может выэллюционировать в компактный объект. И потом, тягая материю с другого компонента, сжаться, например, как сверхновый типа 1А, белый карлик дожимается до нейтронной звезды. Идем в более интересную область. Это если массы куда более превышают массы Солнца. В 10 раз это мы уже знаем. Это красные сверхгиганты, потом потихонечку остывают. И либо он в нейтронную звезду, или есть компаньон, дожимается в черную, да? В нейтронную звезду, да. А если массы сразу больше, в 100 или в 150 раз, то тут эволюция просто происходит мгновенно. Звезда быстренько-быстренько вырисует, сжигает все топливо и дожимается. Если в 100 раз, сразу в нейтронную звезду. Масса 150, масса Солнца в черную дыру. И это, в принципе, вот такие вот объекты экстравагантные. Как мне кажется, были первыми у нас во Вселенной. То есть, представьте, материя огромное количество, тени не хочу. Вот они все на себе стянули, хоп, резко проэволюционировали, получилась черная дыра, очень большая масса, и они начали собирать огромное количество материи. И потихонечку-потихонечку сформировались галактики. Вполне логичная теория. Ну, и смерть этих звезд, хотя понятие смерти, я какой раз говорю на своих лекциях, никакого понятия смерти во Вселенной нет. Есть понятие перераспределения энергии и материи. Вот вы все состоите из того вещества, которое было когда-то рождено внутри звезд. То есть, это, более того, все вещества были рождены внутри звезд. От стула до компьютера. Ну, за исключением тех, конечно, которые были синтетические. Но изначально вот этот вот самый кирпичик, да? За исключением водорода, да, водород, да, чуть-чуть другой, он по-другому формировался. Гелий и дальше это все внутри звезд. То есть, это вот там вот сформировалось, звездочка взорвалась, и та материя, которая вылетела, она там куда-то улетела, дожала газ, хоп, свернулась еще в одну солнечную систему. Живет, 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 догорает, идет дальше. То есть, звезды первого, второго и дальше поколений. Ну, а нам остается только наблюдать то, как они взрываются, точнее, уже результат. То есть, вот это все, звездочка была, взорвалась, и это то, что осталось. Наикрасивейшие картинки, там художники таких... Не, ну, конечно, наши художники нарисуют, но вопрос, да, как это все, вот это бы увидеть? Сейчас увидим, да. Так, где-то у нас тут... Вот. То есть, живет, 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 топливо все сожгло, дошла до железа, дальше железо идти невозможно, взрыв. Вот так. Так это все происходит потихонечку, полигонечку. Дальше она разлетится, и какую-то материю часть захватит, может, соседняя зонечка. Или просто внутри какие-то гравитационные неоднородности. Это все сожмется в следующую солнечную систему. Объект, между прочим, реальный. Это крабовидная туманность. Я столько на эту картинку не смотрел, краба я там не увидел. Но объект есть. При этом внутри этого объекта находятся самые интересные, на мой взгляд, объекты космоса, Вселенной. Так называемые пульсары. Вообще называются космическими маяками. Излучение у них в основном в радио. Это есть и оптические, и рентгеновские, и всякие есть. Вот, излучают они со своих магнитных пулюсов. При этом вот магнитная ось обычно не сонаправлена с осью вращения. При этом сам объект имеет диаметр в 10 километров. 10 километров в размерах, я вам звезды сейчас показал, которые рядом солнца не видно, огромные. А тут, представьте, такая звезда, которая хоть как-то по чуть-чуть вращалась, она сжимается в 10 километров. Ну не вся она, часть материи выбрасывается, но даже если ядро сожмется. То есть у нее просто наикошмарнейший момент вращения. И они все излучают в радиодиапазоне. При этом, вы же обычное радио слышите, да? Включаете, и там диктор говорит, а это же передается именно по радиоволнам. Возникает вопрос, можно ли услышать космос? Ответ? Ну, конечно можно. Я вам сейчас это покажу. Период 1,4 секунды. Это веон, его так заснять нельзя, это лишь картинка. Но это вот так вот. То есть он на вас, когда светит, вы слышите импульс, точнее видите его. Его можно перемодулировать в звук, пожалуйста. При этом звук на фоне, вот этот вот пошумливание, это шумы галактики. То есть когда он на вас не светит, вы видите, вы слышите шумы галактики. Пульсар ел на, уже побыстрее. Находится в созвездии курсов, именно поэтому и назвал так. То есть это уже более массивный звезд, которая более быстрее вращалась. Она нажалась, и вот она вращается. Дальше. Ну, я особо не буду ускорять, будем так скажем. Это пульсар в краде. 0,53 секунды. 0,05. Это вот реальные данные, это оптика, наложена на радио. Вот как раз в правильном исключении, вот в центре это тот самый пульсарчик. Очень повезло, что это, во-первых, историческая туманность, взорвалась в тысяча миллисекундный пульсар. Пишите с комментариев. Звуки космоса. Радио пульсар. Ну, это вообще уже разлук, это миллисекундный пульсар. Все, 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 все. Я возвращаюсь к нашей туманности. Она исторически взорвалась в 1054 году. И там есть объект, так, пульсар в крабовидной туманности, который, вот повезло, светит прямо на нас. То есть нейтронных звезд в галактике может быть очень большое количество. Но мы видим лишь те, которые направлены излучением на нас. Таких пока только 20 тысяч, ну, порядка 20 тысяч. И в этой обсерватории они напрямую излучаются. То есть мы их исследуем, исследуем их излучение, их положение, их распределение. Все исследуем. Ну, а наше солнышко, скорее всего, взорвется спокойно. Ну, да, массы у него немного. Как только оно дойдет до железа, там все термодирекции потухнут, материя разлетится, останется белый карл, который впоследствии, правда, через очень большое количество времени остынет, а материя вот образует, ну, приблизительно, такую туманность, это кольцо в лире. Его я сегодня вам, надеюсь, смогу показать. И да, вот люди, которые приходят первый раз во обсерваторию, первый раз будут глядеть в телескоп. Не ждите, пожалуйста, таких картин. Телескоп, который получил, точнее, фотографии, на которых, телескоп, который был использован для получения этих фотографий, стоит столько, сколько вся наша обсерватория, скорее всего, вместе взятая, вместе с сотрудниками. Да, то есть, это все, во-первых, это не столько даже связано с инструментами. Глаз, сам глаз человека, очень плохой детектор света. Квантовая эффективность глаза один процент. Из стаи спущенных фотонов вы увидите только один. Поэтому вы видите очень-очень малую часть. Это можно использовать, ну, используя, то есть, можно улучшить, используя какие-то камеры. Они весь свет на себя приняли, и мы уже потом обрезаем, но все-таки видим больше. То есть, вот такие красивые картинки. Еще один вопрос возникает. Вот звезда, так взрывается. А с планетами-то что происходит? А может, нам все-таки повезло, и у нас единственная звезда с планетами. Причем, раньше так и считалось. Но нет, были обнаружены, причем иногда и в оптическом диапазоне прямым наблюдением обнаружили экзопланеты, внесолнечные планеты. Есть несколько методов обнаружения. Это, понятное дело, если звезда находится в такой проекте, вот видите, центр массы показан крестиком. Звезда тоже вокруг него вращается, они вращаются вокруг общего центра массы. И такую систему очень много. То есть, вы долгое-долгое время мониторите небо и ищите вот такие вот колебания звезда. Потом можно эту планетку пронаблюдать, если она проходит по диску Солнца. Излучение чуть-чуть гаснет, и мы можем посчитать, что это прошла планета. А может еще какой-то объект. Поэтому необходимо повторное измерение, через год. А может у планеты период два года. То есть, чем больше мы это пронаблюдаем, тем точнее результат. Может быть, знаете, нет, я, к сожалению, не написал показания. Проект Кеплер был направлен полностью на поиск планет земного типа. Вот в эту область он смотрел, вот столько звездочек он видел, открыл 100 планет точно, это уже подтверждено, и 2700 кандидатов, то есть, те, которые считаются, что вроде как что-то зафиксировали, но еще бы продолжить исследование. В основном открывал горячие Юпитеры. Планеты большие, планеты близко к диску звезды материнской, и то есть, она заехала, излучение сильно погасло, все, мы зафиксировали планету, такую большую. При этом, похожие на Землю также были зафиксированы, их тоже большое количество. Но вот беда, проект, точнее, сам телескоп сломался. Гироскопы, за счет которых он наводится, имеет точное положение, да, именно в ту область, которую надо, они, сначала один вышел сразу из строя, вот буквально в мае вышел второй. Телескоп невозможно подчинить, он находится очень далеко, это не Кеплер, это не Хаба, который вращается рядом с нами. То есть, проект, все, он завершился, он проработал очень мало, он рассчитывал, он рассчитывалось гораздо больше, что он прорежит. Но вот так, то есть, только те имеющиеся данные, которые были закоплены за период работы, вот те сейчас мы можем использовать, но планируется уже второй проект, потому что этот себя не исчерпал, то есть, он доказал, что, во-первых, планеты есть, есть планеты земного типа и есть реальность найти планету точно такую же, как Землю и чуть ли не с жизнью. Возможно, кто знает. звездные скопления, о них расскажу немного, зато больше покажу сегодня на наблюдениях. То есть, спутники нашей галактики, по идее, да, то есть, группы звезд по миллиону, по полмиллиона, каждая, и вот в тесну, то есть, какие-то вот рассеянные, да, но они гравитационно связаны, они достаточно близко к друг другу. А есть и более тесные, шаровые скопления, то есть, там все более, при этом, это звездочки достаточно старые, то есть, а молодые, расположены в плоскости галактики. Вот. Ну и все это у нас, все это великолепие, которое вот вам я тут рассказывал, находится в нашей галактике, так называемом звездном острове. Она большая, мы находимся там промеж рукавов Персея и Ориона, да, и считается, что так как мы вот именно вот между этих рукавов, а это, кстати, как раз наиболее спокойное место, потому что в рукавах идет как раз звездное образование, там много газа, много вспышек сверхновых, много очень такого серьезного, поражающего излучения. Но при этом мы уже смотрим гораздо дальше. Есть наша планета, да, есть наша звезда, будем называть ее нашей, есть наша галактика, но ведь есть и другие галактики. Это вот данные полученные, это самая точная фотография, точнее более детальная фотография галактики Андромеда, получена с помощью трехтонной камеры телескопа Субару в Японии, то есть, точнее, ее сейчас нету, только-только вот сегодня новость выкинула. Есть еще более красивая галактика водоворота. Опять-таки, это все фотографии с Хаббла, с маленького телескопа, мы ничего не увидим. Галактика Сомбрера, все так называются. И это все звездные острова, содержащие огромные миллиарды звезд, и у каждой, возможно, есть планеты. Мир галактик, ну просто огромный. Есть так называемый камертон Хаббла. Это, это скорее не эволюция галактик, это просто то, какие они существуют. То есть, есть галактики спиральные, как наша, как Андромеда, есть галактики эллиптические, а есть те, которые к тем не отнесешь, и к тем, назовем их неправильные. Вот так и есть, спиральные, эллиптические, неправильные. Есть подвиды, но о них это уже конкретик. Вот это глубинный прокол. То есть, Хаббл наводится в одно место, и пять часов долбит вот в это место самую длинную экспозицию. И прорезаются самые-самые-самые-самые далекие, самые слабые галактики. Здесь все, что не имеет вот лучиков, то есть, вот это звездочки, все остальные объекты, это галактики. Вот это все. При этом они еще и могут взаимодействовать друг с другом, и всегда вот страшно там говорят, галактика Андромеда летит на нас. Как страшно жить! Во-первых, она прилетит через миллиарда два лет. Это раз. Во-вторых, лобового столкновения звезд в галактиках при столкновении никогда не происходит. Никогда. Расстояние между звездами огромное. Единственное, что сталкивается, да, сталкивается газ. Это вот как бутылку там, ну даже не знаю, с какими-нибудь крошечными точечками столкнуть с другой бутылкой. Вот вода произодействует, а точечки, пролетят помимо друг дружки. Так, а может мне кто-нибудь сказать, сколько я уже говорю? Считается, что мы видим не их самих, а их ядра, активные ядра галактик. Просто материи много, черная дыра очень массивна, и когда материя падает на черную дыру, происходит излучение во все стороны, во всех диапазонах Глингова. Эти объекты называются активными ядрами галактик, мы их также наблюдаем. Ну, есть и близкие, то есть там считается это косвенное подтверждение черных дыр. То есть говорится, да, черную дыру нельзя увидеть, да, нельзя, но за счет косвенных подтверждений можно доказать, что они существуют. Просто потому, что ни один другой объект вот такого вам не сделает. А, ну и это то, на чем, по идее, хоть хотелось бы закончить. График известный, точнее, диаграмм какой? Нет? Это то, что перевернуло мир. На самом деле, мир, по крайней мере, физики. Вот все, что я вам рассказал, вот эти все звезды, вот эта вся материя, все вот это, это 4% от материи, которые существуют у нас во Вселенной. Что остальное, можете не спрашивать, я даже не знаю. Есть темная материя, которая ответственна за основную часть гравитации в галактике. То есть, как это было вообще открыто? Вообще по шаровым скоплениям, но я вам другой пример приведу. Взяли нашу галактику, посчитали все звездочки, посчитали все массы, замоделировали, галактика разлетелась. Ученые почесали голову, что же такое? Ладно, добавили некой невидимой массы, да, равномерно распределенной, галактика разлетелась. Еще добавили. И так начали добавлять, пока не получилось, что галактика приняла ту форму, которую она имеет, ту, которую мы наблюдаем. Получается, часть галактики, а ее гораздо больше, чем обычной материи, мы просто не можем наблюдать. Темная материя, так и назвали. Dark, это не в смысле, что мы ее не можем увидеть. Это просто наше невежество, мы не можем понять, что это такое. А есть еще и темная энергия. Просто Вселенная, она у нас, оказывается, расширяется. Да еще и расширяется с ускорением. А ускорение, это откуда-то идет подкачка энергии. А ускорение получается такое, что у нас еще есть 75% чего-то, что эту Вселенную расталкивает. Антигравитация. И получается, что вот так Вселенная, то есть мы, по идее, 4% это знаем, но мы только думаем, что мы это знаем. Пример с Voyager. Он сейчас находится в области, которая вообще непонятно как. Ну и возвращаясь к финансированию. Стоимость одного сверхзвукового истребителя ВВС США сравнима с тремя полетами на Луну. Аналогичная ситуация и у нас в России. То есть наши Миги, наши Сосы, эти Соколы, они стоят во много раз дороже, чем более, как мне кажется, практичные, более лучшие вложения денег. То есть вложения в новую... Не говорю только об радиостреме, а об астрономе вообще. Вообще у нас странно, человечество построено, оно странно мыслит. То есть мы хотим друг дружку захватить. Чуть-чуть неправильное позиционирование. При этом мы с вами находимся здесь. Маленькая планета, находящаяся с... Я вам уже показал размер, да? С чуть ли не самой маленькой звездой во Вселенной. При этом эта сама Солнечная система находится в группе звезд близлежащих. Сама группа в нашей галактике. Галактика в местной группе галактик, которая в свою очередь расположена в галактическом класте. А тот дальше в сверхгалактическом кластере, который возбозрим и Вселенной. Вот это все самая мельчайшая точечка здесь это галактика, содержащая миллиарды звезд, возможно, с миллионами планет. Так ведь и Вселенных может быть не одна, а много. И вопрос о том, одни ли мы в этой Вселенной, я считаю, просто наилупейшим. Поэтому спасибо за внимание. Я вас сейчас проведу на экскурсию. Субтитры создавал DimaTorzok